Привет всем! Вы на канале Утодьяны. Дорогие зрители и подписчики моего канала. Хотите узнать очень интересный, простой, доступный рецепт супа? Суп мясной с рулетиками. Это невероятно вкусно, просто и доступно. Но прежде чем начать видео, приглашаю вас на мой новый кулинарный канал. Ссылочка в описании. Ну а мы с вами начинаем! Первое, что нам нужно сделать, приготовить кастрюлю. Кастрюлю я уже подготовила и налила в нее 2,5 литра холодной воды. Очищенный лук бросаю в кастрюлю с водой. Беру мясо, у меня полкилограмма битка свиного, и нарезаю его вот такими тонкими полосками. Толщина полоски приблизительно 1,5 сантиметра. А теперь каждую полоску нарезаю на тонкую стежку. Нарезанное мясо сразу же отправляю в холодную воду. Варю мясной бульон на огне ниже среднего приблизительно полчаса под закрытой крышкой. Когда бульон закипит, я снимаю пенку. Снимаю пенку 2 раза, чтобы бульон получился идеально прозрачным. Пока что не солю и не добавляю перец. Так как у нас суп с рулетиками, значит нам нужно приготовить тесто. В глубокую сухую миску я выливаю 2 яйца комнатной температуры. К ним добавляю, что? Соль. Обязательно нужно добавить пол чайной ложечки соли. И венчиком нужно все аккуратно взбить. Слегка взбитым солью яйцем добавляю муку. Мука должна быть просеянной. И замешиваю достаточно тугое тесто. Сначала использую венчик, а потом продолжу замес руками. Тесто накрываю пищевой пленкой. И отставляю в сторону. Оно нам пока не потребуется. Займусь морковкой. Морковку я заранее очистила. А теперь натираю ее на крупную терочку. Из натертой морковки мне нужно приготовить поджарку. Я подготовила сковородку с толстым дном и вылила в нее буквально 3 столовых ложки растительного масла без запаха. Нагрела растительное масло и отправляю в сковородку натертую морковку. Обжариваю на огне ниже среднего до слегка золотистого цвета. Для того, чтобы картофель выделялся в супе, я его нарежу фигурным ножом. Сначала пополам, а потом каждую часть на 4. То есть получается 8 частей. Вот так будет выглядеть картофель в супе. Срезаю с помощью ножа кукурузу с качана. Прошло полчаса, пора посолить наш бульон. Солю. И в этот же момент добавляю картофель. Огонь средний. Варю картофель еще 15 минут. Картофель проварился 15 минут. Теперь пора добавить и кукурузу. Отправляю кукурузу в кастрюлю. И на огне ниже среднего варю еще 15 минут. За 15 минут, пока тесто отдыхало, оно стало мягче и податливее. Я раскатываю комочек теста с помощью скалки в тонкий пласт. Тесто я раскатала в очень тонкий пласт. Посмотрите, оно просвечивается. Теперь размягченное сливочное масло наношу с помощью силиконовой кисточки на весь пласт теста, не доходя до краев. Сворачиваем тесто в рулетик. Рулетик должен быть достаточно плотным. Помогаем себе пальчиками и сворачиваем. Свернутое тесто в рулетик я отправляю на доску. И нарезаю его на мини рулетики. Через 15 минут пришел черед отправить в кастрюлю под жарку. Сюда же добавлю лавровый лист и перец молотый для вкуса и аромата. А также рулетики. Напоминаю, огонь ниже среднего. Вариться рулетики будут еще 15 минут на огне ниже среднего под закрытой крышкой. Суп с рулетиками практически готов. Осталось добавить зелень. У меня укроп и петрушка. Сверху суп посыпаю зеленью. Жду минутку и выключаю огонь. Наш супчик с рулетиками готов. Можно подавать к столу. Ароматный вкусный супчик с рулетиками готов. Он невероятно вкусный, готовится быстро, получается вот таким красивым. Его можно подавать. Хоть каждый день семья будет довольна. Понравился мой рецепт супа с рулетиками. Ставьте мне лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на мои каналы. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока, увидимся.